Итоги недели с Николаем Сванидзе Считают, что нынешняя команда руководителей Хорошая команда, ведущая страну правильным курсом Это минимальный результат с 2013 года Противно, по противоположному мнению Придерживается там в разных возрастных категориях От 54 до 70% среди молодежи Что, дескать, все только о себе и думают Значит, чаще всего положительно оценивают существующую команду Опрошенные 55 лет и старше 21% Большинство избирателей всех оппозиционных партий Считают, что власти находятся люди, озабоченные только личным благополучием Особенно радикальны в этом мышлении как раз избиратели КПРФ 78% Значит, среди избирателей Единой России Проголосовавших за партию на прошедших выборов Только 39% считают, что страной управляют достойные люди То есть 61% считают, что недостойные, но при этом голосуют Ну это все вполне объяснимо Во-первых, интересно, что с 2013 года Знаете, как в 20 веке у нас Подусравниваем с 2013 годом Последний предвоенный год Тректоров больше, чем в 2013 году На столько-то процентов 2013 год уже в нашего века Это был последний год перед крымским событием Перед присоединением Крыма И тогда как раз рейтинг президента был предельно низок Относительно Он был, как-то сравнительно с западными демократическими цифрами Очень высок Конечно Но для нас он был низок А на волне крымского синдрома он резко пошел вверх Вот теперь, значит, мы видим, что этот синдром, он все Он уже принадлежит прошлому Он уже не работает Крым, да, конечно, наш По мнению большинства Но это уже не отражается позитивно на рейтингах власти Это один вывод Второй вывод Если власть не вызывает доверия Значит, она производит такое впечатление Значит, она производит впечатление власти Которая не вызывает доверия Это ничего больше не выбавить, не прибавить Пусть власть думает над тем Как ей производить впечатление, вызывающее доверие Николай Крайлович, у меня вот какой вопрос Вы очень точно вспомнили события ровно столетней давности 1913 год Последний предвое год перед Первой мировой войной С определенными перекосами Но, тем не менее, Россия на колоссальном подъеме Самый высокий экономический рост в мире Тогда имеется в виду Да, да, да Мы сильно уступали Соединенным Штатам по объему Но, тем не менее Огромные темпы роста Огромные Причем по всем линиям По всем линиям Растет урбанизация, металлы Демография потрясающая Сумасшедшая Роспромышленности потрясающая Причем частные промышленности Все точно Освоение Урала идет полным ходом Сибирь поднимается Сибирь поднимается На реформах Столыпина Столыпин, да Культура мощнейшая Серебряный век Весь мир смотрит на нас Абсолютно Русские сезоны балетные в Париже Живопись Музыка, поэзия, поэзия Все Серебряный век Все просто Все на топе Цветет и голосится Потом война И возникает желание Поучаствовать в совершенно необязательной На тот момент войны На фоне голоокружения От этих самых успехов Да По-моему Император Австрийский Австро-Венгрии Писал даже Николаю Второму Куда ты ники лезешь Зачем тебе это надо Нет, нет, нет Это был Правда Не он Австрийский А кайзер немецкий А кайзер немецкий Вильгерем писал Да Совершенно верно Да, да Зачем тебе это Они же все родственники еще были Конечно Все-все кузены Мы знаем Чем это закончилось Это закончилось Столетней катастрофой Для государства Да В 1914 1914 год Газеты пишут Ну, слава богу Наконец-то война Да Был офигительный Патриотический подъем Абсолютно Мы сейчас Всего миру покажем Николай был популярнейший Человек в стране Он вышел На балкон Зимнего дворца И сказал, что Мы вступаем в войну Вся Площадь упала на колени И запела Боже царя храни Просто В телячьем восторге Вам не кажется, что Очень 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 сильно Похожая Ситуация Тринадцатый год Может быть Может быть Не самый пик Но еще Период Высоких Нефтяных Цен Экономика Сильно Прибавила За тринадцать лет Все Нет вопросов Все прет И мы начинаем Играть в большие Геополитические игры Опять Только чуть-чуть Страна вздохнула Только пожила Немножко Совсем Хорошо И сразу Надо показывать Своё После чего Кстати Пошли годы Которые продолжаются До сих пор Снижение Жизненного уровня Он до сих пор Очень высок По сравнению С нашими Историческими мерками Очень высок Но По сравнению С тем временем Он снижается Неуклонно снижается Потому что Пошли санкции И так далее Да То есть Мы Все это идет Плата за Крым Которую мы пока что Еще не осознаем Но она идет Я бы сравнил На самом деле Не тринадцатый год С 1913 Я бы сравнил С ним нынешний год Он больше похож Конечно Есть Конечно Желание С 13 13 13 Ну да Тут есть определенная Кссата цифра Соблазн Да Но я бы сравнил Нынешний год Вот Сейчас Когда уже Крыма больше нет Как Как фактора Подъема рейтинга Власти А нужно что-то делать А с экономикой С экономикой С экономикой Управить это дело Это не Крым взять Это не лобио кушать Как говорят Мои соотечественники Это Сложная штука Это очень многое Менять в стороне Чтобы понять экономику На это никто не пойдет Значит Нужны какие-то Демонстративные жесты Более простые К сожалению К ним относится война Маленькая победоносная война Как говорили еще В начале прошлого века Вот это вот Не исключено Вот к этому Кстати Конфликт На Границе Белорусско-Польской К этому Возможные конфликты На Украине Вот это вот все Очень пугающе выглядит Потому что Соблазн Соблазн у власти Очень велик Конвертировать Международную Напряженность В рост своего рейтинга Да И не поспоришь Возвращаясь Кстати К теме Вот Вот Такой опросу Левада-центра Который иностранный агент Значит По поводу того Что подавляющая Большинство наших соотечественников Считает Что люди у власти Озабочены только Собственным материальным благополучием Наверное Как люди у власти В любой стране Только в любой стране Есть масса Механизмов Которых ограничивают В этих желаниях У нас этих Конечно Если связывать Так сказать Их личное благополучие С благополучием страны Которую они управляют Именно так И там его показывать Своё личное благополучие Очень сложно Приходится жить скромно Как По Адаму Смиту Булочник Который Печёт булки Частный Он работает на себя На свой карман Но он при этом Способствует Процветанию Своего отечества Кормя Кормя людей Так вот Я почему вспомнил Вернулся к этому опросу Ещё была продолжение Темы любопытная Информация Из вторника Как раз Про то что Депутат Госдумы От КПРФ Михаил Матвеев Пожаловался Что для работы В парламенте Ему предоставили Абсолютно пустой кабинет По словам коммуниста Депутат Единоросс Который до него Работал в кабинете После сложения Своих полномочий Унёс из него Всё В том числе На стены Наши подоконники Нифига нет Ничего не готово Мне сказать Что предыдущий Депутат Единоросс Который здесь сидел Сделал богатый ремонт На стенах у него Были какие-то панели Он вырвал даже подоконник В середину ноября До сих пор Госдума не может Обеспечить депутата Рабочим местом Я считаю Что это саботаж Направлено на то Что я не мог бы Направлять никакие обращения В интересах своих избирателей Заявил Матвеев Это было привычки Друзья Помню Как в советские времена Советские туристы Или командировочные На западе Они уезжали Из отеля Врывали с собой Дверные Дверные ручки Брали в жилом туалетной бумаге Халатики Халатики Полотенца Ну халатики И до сих пор некоторые Да мне что Пепельница Все на свете Так быстро поехали Дальше Среда Николай Калч Мосгорсуд удовлетворил Жалобу прокуратуры Москвы И перевел ректора Московской высшей школы Социально-экономических наук Шайники Сергея Зуева Из-под домашнего ареста В СИЗО Зуев Я напоминаю Является фигурантом Уголовного дела О хищении 21 миллиона рублей Какая-то такая сумма 21 миллион Да Значит Ну это просто Ему так сказать Инкриминировано Абсолютно Там никаких Нет Не то что доказатель Даже серьезных Каких-то Ну да Шайника предоставил Что все работы Которые были заказаны Они все выполнены Со всеми подтверждениями Тем не менее Как говорится Сообщение суда Под стражей Зуев Останется до 7 декабря При этом Сергей Зуев За время домашнего ареста Принес операцию на сердце Третью кстати в этом году У него была операция На сосуды На сонную артерию Да На ногу сосудистую С угрозой Ее потерять Эту ногу И потом Аортокоронарное Шунтирование Шунтирование Это только в этом году Более того Он не успел Ему под 70 лет Да Ему под 70 лет Он не успел Пройти полного восстановления После вот последней операции Она была вот Несколько недель назад 240 российских ученых Подписались Под открытым письмом Поддержку Зуева Адресованным Генпрокурору Краснова Авторы письма Просили Краснова Поспособиться К тому Чтобы прокуратура Отказалась От намерения Расточить меры посещения Зуева Но прокуратура Этого не сделала Я должен Опять это Доложить Что Комиссия Которую я возглавляю В СПЧ Выступила вчера По тому же поводу Поддержку Зуева Комиссия по политическим правам В СПЧ Подписались Многие Замечательные люди Такие как Александр Асмолов Александр Сокуров Вот А что Путин скажет Ну как Ну вот он же украл 21 миллион Или там участвовал В этом Вот письмо Значит Здесь ситуация Вот какая К сожалению Стандартная Системная Есть пожилой Больной человек Куча детей Куча внуков Куда он денется Зачем вы переводите Зачем вы менять Меру пресечения На крайнюю Под названием Взятие под стражу То есть переводите его В СИЗО Из собственного дома Ну это Зачем Он что Он будет оказывать Влияние на следствие Он что Вор в законе У него банда есть Он Профессор Пожилой Или он может сбежать Подкуп Подкуп С шунтом В одной ноге И браслетом На другой Он куда-то сбежит Со своих детей Со своих болезней Значит Делается По одной причине Что показывает У него давление То есть бояться Не его давление На следствие Хотят Давление На него В камере Это Как мы понимаем Гораздо проще Чем в его Родном доме То есть А что Давление Для чего Хотят они В итоге Хотят получить признание В совершении Преступления Которого он Не совершал Существует То есть У следствия Нет никаких Доводов В поддержку Линии обвинения И они Припекли К единственному Эффективному способу Мы на него будем давить И он будет признаваться Под этим давлением Старый больной человек Будет признаваться Просто От страха Под давлением обстоятельств Но секунду Если он признается То он сядет в тюрьму Есть такие методы Во-первых Которые Производят впечатление Даже Пригружающие Сядь в тюрьму Во-вторых Мы можем Что-то Наобещать Старикороба Ты признайся Браток А мы тебя отпустим И Сидя Под давлением Что такое давление Его могут посадить В камеру с уголовниками Все что угодно может быть Понятно Все что угодно Для чего Почему Зуев Потому что Шаненко Близка к Условно очень Либеральным течениям Я думаю Что дело Ну в этом тоже Ну в этом тоже Не вполне Так Я бы сформулировал По-другому Шаненко Это пуск Который дает По-моему причине Который дает Хорошее Независимое Гуманитарное образование Он приучает Мыслить А тут выходят Люди С независимым Мышлением Молодежь Люди с независимым Мышлением Как правило Настроены оппозиционно В любой стране Практически А власти не нужны Оппозиционеры Власти нужны Только Провластно настроенные Люди Поэтому Всякое Гуманитарное образование Хорошее Оно на самом деле Во вред власти Как она считает Как было сказано Немцов Деятельность Как по-твоему В начале 60-х годов Всякая мысль В качестве Что-то не имеет Антисоветский характер Вот здесь Абсолютно то же самое Ужасно Как вы думаете Ладно Не буду вас прошить О прогнозах По этой ситуации Не Татя Прогнозы делали Не благодарны Но У нас будет встреча По честь президента В декабре месяце Должна быть Мы там поднимем Этот вопрос Уж какой будет результат Это другое дело Четверг Николай Кажется Ваше позволение Про мемориал Мы поговорим Чуть позже А пока Какая немножко Отличная Мемориал Очень важная тема Ну давайте Хорошо Согласен Генеральная прокуратура Российской Федерации Все та же Красновская В четверг Направила Иска ликвидации Правозащитного центра Мемориал Старейшей Правозащитной Организации В России С 1987 года Она существует Значит Которая признана Иноагентом Уже довольно давно Так вот Согласно Официальному Заявлению Прокуратуры Иск будет рассмотрен Верховным судом 25 ноября В вину Мемориалу Вменяется Систематическое Нарушение Закона Об иностранных Агентах В случае Если иск Будет удовлетворен Деятельность Центра Официально Окажется Вне закона Значит О чем Где-то речь Что им Что нарушали Что им Инкриминируется Что они Не маркировались Как иностранный Агент На всех своих Материалах У них Тысячи Материалов Значит Им По каждому Материалу Который Не маркирован Им Представлялся Иск И штраф Они все Штрафы Платили Уже По-моему 13 месяцев Или 14 К ним Вообще Нет никаких Претензий Все Все уплочено Теперь Говорят Ребята Вы знаете Вы конечно Сравплатили Но мы Зло Сонарушали Законы Что мы Решали Что мы Мало Наказали Мало Что Мало Срава Мы Не хотим Теперь Вообще На свалку Историю Отправить Вот о чем Идет Речь О повторном Наказании За одно И то В кавычках Преступление За одно И то И Конечно В сложном Положении Весьма Потому что Я напоминаю Что это Действительно Старейшая Общественная Организация В России Ее основал Андрей Дмитриевич Сахаров Она Очень авторитетна В мире Очень авторитетна То есть Это такой Выстрел в ногу Будет Конечно Уничтожит Уничтожит Страшно Подумать Это Это Для многих Людей Это Внести Сталина Обратно В мавзолей Вот Примерно Акция Такой Моральной Силы Наши слушатели Пишут С юбилеем Андрея Дмитриевича Сахарова Которому В этом году 100 Да Кстати Совершенно верно В этом году Ему 100 лет Исполняется Во-первых Насколько я понимаю Логика Действия власти Вполне укладывается В то Что происходит В стране Наверное Когда-то С моим реалом Должно было Произойти Глядь на то Что делается К тому же Если брать Чисто юридическую Сторону Вопрос К ним Сразу Применяется Крайняя мера То есть Сто раз Предупредить Потом только Вставить вопрос О ликвидации А тут сразу Опаньки Штрафовали Заплатили Срав Нет Вас ликвидаем Чёртовой бабушке Если штраф Оплачен Допустим Если со всеми Формально подходить С ситуацией Если штраф Оплачен За это можно Их было много Значит по совокупности Читается Злостное нарушение Вот такая логика Делаем короткую паузу Завернёмся К теме мемориала Через несколько минут И Ютуб Трансляция Из студии Серебряного дождя Продолжается На нашем канале Мы благодарим Наших рекламодателей Спасибо за размещение Да Николай Карлович Вот всё и заканчивается Ну в общем да Пришла казак в возу Ну Николай Карлович Смотрите Я думаю что мемориал Продолжит всё таки работать Просто очевидно Вы понимаете Сложно сказать Как он продолжит Если его лишат Юрлица Если его лишат По суду Возможность Существовать Вообще Независимо Кстати по суду Это значит Независимо От госрегистрации Его будут лишить Архива Как он будет работать А лишить архива Ну лицо Можно юридическое новое Да тут дело не в лице Как он работать будет Это Ну допустим Можно сделать организацию Которая будет Совершенно по-другому Называться Заниматься тем же Чем занималась Но это будут Название другое А название это бренд Архива не будет Ну в общем это Я бы сказал Мягко До крайности Усложнит работу К слову О маленькой победоносной войне Ведь про которую ты говорил Александр из Москвы пишет Будет ли маленькая Победоносная война Украина Например уже не та Что была в 2014 году Думаю что в принципе Украины маленькая Победоносная война Не получится Вы знаете С Японией В начале прошлого века Тоже не получилось Маленькой Ни маленькой Ни победоносной А хотели Очень часто Иллюзии Не соответствуют реальности Иллюзии Это такие же Что пройдемся Просто танковой колонной Торжественным маршем До Киева В общем многие Так считают до сих пор Да Зачем И что делать потом Даже если пройдутся А потом что Наполеон Наполеон Вошел в Москву Мы знаем последствия Сребряный дождь Спасибо за экскурсию Замечательная атмосфера Замечательные люди Добра вам Приходите к нам В гости Экскурсии проходят по вторникам И четвергам Запись осуществляется Ненавидящий Сорокамиллионный народ Что там будем делать Нет Война с Украиной Это смерть для России Абсолютно Абсолютно Да В бабки ходить Сейчас еще есть кто-то Кто симпатизирует На Востоке Будут ненавидеть все Если кто думает Что украинцы не умеют воевать Это ошибка Итоги недели С Николаем Сванидзе Кстати говоря Извините Мы тут за эфиром Просто обсуждаем В ютубе Наши слушатели Спросили Что маленькая Победоносная война Вообще ни с кем Сейчас не получится Украина Совсем не та Которая была в 2014 Показывает практика Вьетнам Афганистана Сирии И вообще все маленькие Победоносные войны Оказываются не маленькими И совсем не Победоносными Ну и в конечном счете Приведет к гибели России Это очевидная совершенно История с Украиной Нас и так там уже И на Востоке не очень любят А Ну понятно Да Не будем Грустным Никак Все таки Вернемся К К мемориалу Вы много говорили В своих интервью Комментирую Ситуацию О там Серьезной международной Репутации Этой организации Мне просто Если мы говорим о том Что происходит внутри страны Как Алина Какая международная Репутация У нас и так уже В общем международной Репутации нет По большому счету Ну и что Ну это и плевать Виктор Все время снизу Ведь стучат Как известно Кажется что нет А на самом деле Еще есть С нами еще разговаривают С Путиным Разговаривают Ведь Привращаться в Лукашенко Это нам надо Вот с Лукашенко Уже не разговаривает Вот он гонит Гонит теперь Приглашает к себе Фактически Эмигрантов И гонит их На польскую границу Чтобы заставить С собой разговаривать Мы хотим оказаться В такой ситуации Не думаю Ну с нами будет разговаривать В любом случае Мы все таки не Беларусь По размеру Ядерная держава Экономика другая Но тем не менее Ну это только По острой необходимости И по делам Такой неотложной важности А так нас будут Игнорировать Главное что нас будут Бог с тем Разговаривать Разговаривать Дело 10 С нами экономически Не будут разговаривать Вот в чем проблема Да ничего Газ будут покупать А китайцы дерево А может и не будут А может и не будут Есть варианты Как известно Есть Но все таки Прагматизм В короткой И средней перспективе Наверное победит Посмотрим Еще одна история Другое громкое дело Последних дней Которое В данный момент Удивительным образом Прекратили Речь идет О том что Прокуратура Прекратила уголовное дело Против программиста Сергея Савельева Который передал Правозащитникам Видео с пытками В тюремной больнице ОТБ-1 Но возбудило дело В отношении Его коллеги Осечкина Вы сейчас расскажете Значит ВСИН уволил Начальника ОТБ-1 Гаценко Его заместитель Сегея Салова Также главу Оперативного отдела Майора внутренней службы Антона Бачкова И руководителя отдела Безопасности Подполковника внутренней Службы Сергея Мальцева Глава Саратовского ВСИН Алексей Федотов После случившегося Сам подал в отставку Всего было уволено 18 сотрудников Регионального управления Службы СК возбудил дела О применении насилия К осужденному в регионе За Сергея Который во Франции Сейчас Успел уехать Попросил там Политического убежища В общем естественно радостно Вот в данном случае На мой взгляд Как раз основания Условно Как к этому мне относиться Для уголовного дела Были В конце концов Нет не было Объясню почему Потому что есть закон Российской Федерации В гостайне В котором есть Параграф О том что если Государственные органы Нарушаются Законы Российской Федерации И Конституцию То информация об этом Не является Не под негосударственной тайной Может быть и поплетонно Хорошо Значит Но тем не менее Как я понимаю Ситуацию В целом Раскручивание дела Савельева Именно в качестве Уголовного дела На фоне того что Скоро судя по всему Появится очередная Порция видео На гулагуны Куда она денется Да У них там еще Много всего Накоплено Это такая мода Начала швабры Людей Так Это попадает В конце концов На камеры И попадает в паблик 100% Вам не кажется Ну просто ситуация Крайне невыгодна в СИН Потому что В ходе Все равно Рассмотрения этого дела Будет всплывать На поверхность Все больше и больше Всяких Можно Затевать Любое количество Уголовных дел Все равно Это будет попадать То есть это Нет никакой связи Значит Ну Нет Связь Это прямая Конечно они хотят Поймать Любые источники Информации Но это невозможно Это как укусить Собственный хвост Это очень сложно сделать Хорошо Они продолжают Нарушать закон Информация Об этом Сейчас все-таки Информополе Прозрачное Они никуда не денутся Окей Вам не кажется Что отсутствие Статуса обвиняемого Может усложнить Получение статуса Политического беженства Беженца Савельева Ну это уже другой вопрос Я не знаю Как он будет С этим разбираться Он уже во Франции Во всяком случае Так или иначе Я думаю Он свои проблемы решит Меня больше интересуют Наши проблемы Общие А не проблемы Савельева Мне интересует Причем уважение К тому Что он сделал Мне интересует Что перестали людей Насиловать И избивать И пытать Ну мы же с вами понимаем Что А этого не произойдет Б ФСИН Нет Когда-нибудь произойдет Несомненно Ну когда-нибудь Сейчас мы должны Сделать все Чтобы это произошло Как можно скорее Не думая о том Что это невозможно Удивительным конечно Является то Что ФСИН отправил Всякие разные Высокие проверки Из Москвы туда И в составе этих делегаций Есть те люди Которые фигурируют В качестве заказчиков Сами так или иначе Держали в руках швабры Николай Каджиев Спасибо большое Спасибо вам Я надеюсь Что следующая неделя Будет немножко Получше Чем прошедшая Будем надеяться Хотя уверенности нет Всем здоровья Друзья Согласен Хороших выходных Ребята Пока Мариша целую До понедельника С Николаем Карловичем Прощаемся До следующей пятницы И пересмотрите эфир утренний Можно на нашем ютуб канале Заходите Подписывайтесь Комментируйте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»